это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня взрыв из прошлого вынесен приговор по громкому делу детонации на пороховом заводе эластика повышая престиж владимир путин предложил учредить ежегодную премию наставник года бэйкин юсса торговый городок в новогодние праздники погрузит вас в атмосферу советской эпохи начнем с решения по громкому уголовному делу о взрыве в шиловском районе в октябре 2021 года тогда напомню в результате детонации на пороховом заводе погибли 17 человек дело возбудили по нарушению требований промышленной безопасности мы находимся в поселке лесной шиловского района рязанской области где сегодня по предварительной информации произошел пожар на пороховом заводе эластик по предварительной информации здесь погибло несколько человек машины к территории завода не пропускает поэтому мы идем сюда пешком скоро узнаем что их происходит так начинался специальный репортаж нашей телекомпании два года назад 22 октября 21 года сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного мчс в 8 часов 22 минуты уже в 9.31 было объявлено о ликвидации открытого горения в тот день наша съемочная группа прибыла на место трагедии часом позже добирались пешком на территорию пускали только спецавтомобили на вертолюте прилетел тогда еще исполняющий обязанности главы мчс россии александр чуприян он провел оперативное совещание с целью координации сил и средств по ликвидации чрезвычайной ситуации картина в целом в общем-то ясна смена заступившая в количестве 17 человек по неизвестным причинам произошел взрыв в результате сейчас найдено 15 тел и один пострадавший отправлен в больницу с ожогом настоящее время происходится проливка разборка позже 16 скончается в больнице вскоре количество погибших возрастет до 17 нам на смену придет следственный комитет следственному комитету прокуратуры мы окажем всяческое содействие в том плане чтобы осмотреть место пожара мы будем работать по деблокированию удалению этих разрушенных конструкций с места пожара поэтому сейчас прибудут у нас еще специалисты специально по этому поводу и работа продолжится до тех пор пока мы полностью не зачищем эту территорию на месте происшествия работали пожарные и спасатели известно что привлечено было 170 человек и 50 единиц техники буквально 15 минут назад я вернулся с места происшествия со всеми заинтересованными службами организованного взаимодействия значит произошло следующее на территории завода эластик располагается предприятие частное которое осуществляло деятельность по производству промышленных взрывных устройств в одном из цехов этого предприятия произошел взрыв со следующим пожаром на настоящий момент уже установлено что погибло 16 человек один скончался в больнице из этих 16 человек по данному факту прокуратуры области организована проверка мы обязательно дадим оценку действиям всех контролирующих служб также оценим промышленную безопасность этого предприятия и иные вопросы оценивала уже федеральные ведомства глава следственного комитета александр бастрыкин взял расследование уголовного дела под свой контроль уголовное дело возбудили по части 3 статьи 217 уголовного кодекса российской федерации это нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц в этом году в деле поставлена точка судом установлено что в октябре 2021 года в производственном помещении бывшего предприятия о разряд произошло возгорание большой массы пороха используемого в промышленных целях и приобретшая характер взрыва работали с нарушением правил промышленной безопасности а именно со значительной перегрузкой оборудования при этом со стороны руководства надлежащий контроль за деятельностью подчиненных работников общества не осуществлялся в результате пожара погибло 17 работников организации ущерб имущества превысил три с половиной миллиона рублей суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил трем сотрудникам наказания в виде лишения свободы на сроки от пяти лет шести месяцев до шести лет шести месяцев с отбыванием наказания в колонии поселения еще одному работнику назначен наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года кроме того в качестве дополнительного наказания работники лишены права заниматься профессиональной деятельностью в течение двух с половиной лет. Исковые требования потерпевших удовлетворены в части взыскания с ООО «Разряд компенсации морального вреда» в размере 2 миллиона рублей каждому. Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года», а также привлекать для обучения практиков с производства и законодательно ввести доплату за работу наставников. В Кремле подвели итоги 2023 года «Наставника». 2023 год «Наставника» обошелся бюджетом регионов в 53 с лишним миллиарда рублей. На уровне главсубъектов было реализовано более 470 мер поддержки. Главные итоги – в российских школах полностью ликвидирована третья смена, открыто рекордное количество новых школ – почти 1200, капитально отремонтировано более 3,5 тысяч. Утвержден единый календарь воспитательных мероприятий. В каждой школе колледжа по понедельникам поднимают флаг – звучит гимн России. По данным социологии, 88% граждан нашей страны считают такое нововведение правильным и поддерживают его. Важнейший вопрос – это совершенствование системы оплаты труда. Напомню, что в 2012 году было принято решение об увеличении средней зарплаты педагогов до уровня среднемесячного дохода по трудовой деятельности в конкретном регионе. Эта мера сыграла определенную роль в повышении статуса учительского труда. Вместе с тем, нужно совершенствовать, делать более справедливыми механизмы оплаты труда педагогов. И прежде всего, заметно увеличить доходы учителей в тех регионах страны, где сейчас они существенно ниже, чем в среднем по стране. Труд учителя должен оплачиваться по единым, понятным и прозрачным правилам. Иначе между регионами накапливаются разрывы в качестве обучения. Растет дефицит педагогических кадров. Ну, понятно, меньше платят, люди оттуда переезжают. Качество преподавания в конечном итоге страдает. В этом году произошел рост привлекательности и престижа педагогического образования. Причем как в вузах, так и в колледжах. За последние 12 лет средний балл ЕГЭ при поступлении на эти специальности вырос на 10 баллов и превышает средний балл приема. Не в последнюю очередь на это повлияли и поправки в законе об образовании, которые значительно усилили правовую защиту педагогов. В законе теперь нет такого понятия, как образовательная услуга. Наставничество стало повсеместным. Звание наставник, оно должно звучать гордо. Для этого 5 лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию наставник года. Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы. Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов Российской Федерации. Наряду с моральными должны существовать и материальные стимулы поощрения такого значимого для страны труда. Поэтому возможности начисления доплат за работу наставников нужно предусмотреть законодательно. Кроме того, по словам Владимира Путина, необходимо возобновить подготовку мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин, в том числе в инженерно-технических вузах. Учебные курсы и модули по наставничеству изучения лучших практик должны быть включены в программы повышения квалификации не только работников реального сектора экономики, но и у учителей, врачей, а также управленцев. Ну а теперь немного занимательной статистики от Банка России. Жители Рязанской области ежедневно используют карты более миллиона раз. За 9 месяцев 2023 года в Рязанской области держатели платежных карт совершили почти 400 миллионов операций на 784 миллиарда рублей. Объем операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на треть. Всего в Рязанской области выпущено сегодня больше 2,5 миллионов платежных карт ежедневно в регионе проходит более миллиона операций. Почти 97% безналичные платежи. Сумма среднего чека продолжает снижаться. По итогам 9 месяцев этого года он составил 618 рублей. Это говорит о том, что даже для оплаты небольшой покупки потребители предпочитают использовать карты. Спонсор программы «День города» – выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Морепродукты с Дальнего Востока возле торговых центров «Премьер» и «Круиз». Общегородского салюта на Новый год в Рязани не будет. Об этом заявили на заседании Городской антитеррористической комиссии. Акцент будет сделан на семейные мероприятия, а запустить свой фейерверк с семьей никто не запретит. Как правильно запускать его, расскажет специалист-взрывотехник рязанского ОМОНа. Все пиротехнические изделия делятся на пять классов по степени опасности. Самый простой, первый – это бенгальские огни и хлопушки. Но вот запускать народ любит все же фейерверки помощнее. Третьего класса – ракеты и батареи салютов. «Приобретать пиротехнику рекомендуется у сертифицированных производителей. При покупке какого-либо пиротехнического изделия стоит обращать внимание на целостность упаковки и отсутствие механических повреждений». Опасный радиус здесь 20 метров. То есть поджигаем с вытянутой руки, говорят специалисты, и отбегаем на эти 20 метров. А после наслаждаемся шоу. «Если по какой-то причине пиротехническое изделие не сработало, дало отказ, не стоит к нему сразу подходить, наклоняться над ним, лучше выждать 5-10 минут, лучше больше. Потому что может произойти задержка, и потом пиротехническое изделие может сработать в момент, когда человек к нему подойдет». Однако с салютами третьего класса придется все же повременить. В мэрии подчеркнули, пиротехнические изделия третьего, пятого классов опасности можно использовать только с разрешения городских властей, да и то с согласованием регионального МЧС и УВД. А вот запускать фейерверки четвертого и пятого классов могут только юридические лица. Так что если нет желания договариваться с разными ведомствами, можно остановиться на классических бенгальских огнях и петардах. Если разрешение есть, то правила запуска фейерверка простые. Не запускать в помещениях, на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи, на кровлях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий. И само собой, не зажигать их в том случае, если погодные условия не позволяют обеспечить безопасность при использовании. Торговый городок готов принять рязанцев на новогодних праздниках. Главную площадку украсили в стиле елочного парка. Здесь пройдут мастер-классы, интерактивные мероприятия для всей семьи. Вас ждут вкусные угощения. Какие сюрпризы еще готовит рязанская ВДНХ Кристина Бочкарева. Настоящая зимняя сказка в ретро-стиле для детей и взрослых. Торговый городок, или как его теперь называют рязанская ВДНХ, в этом году обрел второе дыхание. Именно поэтому новогодняя атмосфера здесь продумана до мелочей. Торговый городок украсили более 160 елок и мы сделали настоящий елочный красивый парк. Вся композиция посвящена у нас году семьи, так как 2024 год объявлен президентом годом семьи. Главная елка, 15-метровая наша красавица, она украшена советскими атрибутами и мандаринами, советскими посылками, конфетами, чтобы люди могли вспомнить ту эпоху, создать то настроение замечательное. Каждый день до 30 декабря здесь работает фуд-трак. С 4 до 8 часов вечера любой посетитель совершенно бесплатно может попробовать вкусные пирожки и горячий чай после прогулки по новогоднему городку. Со 2 по 8 января рязанцев и гостей областного центра ждут на анимационные представления с Дедом Морозом, Снегурочкой и их волшебными помощниками. Интерактивные мероприятия в торговом городке будут с 4 до 8 вечера. А в фуд-траке на новогодних каникулах появится еще и безалкогольный глинтвейн. Кстати, в украшении торгового городка рязанцы приняли непосредственное участие. В декабре этого года мы запустили акцию по сбору советских игрушек. Все рязанцы, которые хотели поделиться своими семейными историями и ценностями, которые связаны с Новым годом в виде таких раритетных игрушек, могли приносить их к нам в резиденцию традиций. И мы очень рады, что нашли такой отклик у рязанцев. И теперь в нашем креативном кластере можно увидеть такую елку. В резиденции традиций в новогодние праздники пройдут мастер-классы. Посетители смогут освоить технику шиловской лозы и изготовить памятные сувениры своими руками. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Встречай Новый год с камчатскими деликатесами. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 25 по 31 декабря. Рязань. У входа ТЦ «Круиз» и ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова